Азербайджан во все времена вызывал интерес различных центров сил. Обусловлен этот интерес в первую очередь географическим расположением. Страна является своеобразным перекрестком и соединяет такие транспортные коридоры, как север-юг, восток-запад, на котором находится важнейший участок шелкового пути. Во-вторых, в век индустриального бума огромное значение приобрела нефть, ставшая движущей силой новейшей истории, а нефтью недра Азербайджана богаты. Эти два фактора уже сделали Азербайджан архиважной страной для многих, однако до конца прошлого столетия страну рассматривали в основном в качестве бесплатного донора. Все изменилось в 1994 году подписанием контракта Века. Этим контрактом общенациональный лидер Гейдар Алиев дал понять мировым центрам силы, что отношения с Азербайджаном придется выстраивать на равноправных условиях, как в бизнесе, так и в политике. Гейдар Алиев заложил основу сбалансированной внешней политики, и сделано было это в эпоху, когда мир только начинал переходить от двуполярного состояния в биполярное. Авторитетные международные организации, независимые эксперты и политологи со скепсисом относились к идее равноправного партнерства. Однако спустя десятилетия стало понятно, что заложенный внешнеполитический курс Гейдар Алиева опережал время, а выверенная политика приносит плодотворные результаты. Сегодня, придерживаясь курса Гейдар Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев укрепляет авторитет страны как доверенного партнера, чьи слова совпадают с действиями. Мы не раз были свидетелями попыток втянуть Азербайджан в разные военные блоки, НАТО и ОДКБ. Однако Ильхам Алиев выбрал другой путь. Путь неприсоединения. Этот путь отвергает какую-либо зависимость от центров сил. А значит, официальный Баку идет собственным путем, принимает решения исключительно исходя из собственных государственных интересов, которые не всегда соответствуют взглядом сильных мира сего. К примеру, признанное большинством европейских стран Косово в качестве независимого государства не было признано Азербайджаном, несмотря на то, что подавляющее большинство этого образования – мусульмане. Азербайджан в этом вопросе продемонстрировал верховенство международного права. Именно из-за этого взвешенного решения азербайджанского лидера в Сербии встречали с почестями. Кроме того, заключив договора о стратегическом партнерстве с десятью странами Европейского Союза с одной страны и России с другой, Азербайджан продемонстрировал, что невзирая на разногласия между Евросоюзом и Российской Федерацией, при соответствующей политической воле можно выстроить сбалансированные отношения. Ильхам Алиев участвует в работе ряда авторитетных международных организаций, Движения неприсоединения, Организации тюркских государств и ряде других. К слову, в Организации тюркских государств Азербайджан является локомотивом. Участие президента Ильхам Алиева в саммите Шанхайской организации сотрудничества 16 ноября 2022 года является наглядным подтверждением мирового авторитета главы нашего государства и оказываемого ему высокого уважения. Развитие отношений Азербайджана со странами ШОС, особенно с Китаем, занимающим важное место в транспортно-транзитном коридоре Восток-Запад, имеет большое стратегическое значение. Отметим, что Китай почти сразу после обретения Азербайджаном независимости обратил внимание на геополитические преимущества страны. Первые восемь соглашений о сотрудничестве были подписаны еще в 1994 году в ходе визита в Пекин Гейдара Алиева, а наиболее значимые договоренности были достигнуты, когда в Китае на международный форум, посвященный инициативе «Один пояс, один путь» приехал Ильхам Алиев. Другой немаловажный факт того, что Азербайджан является авторитетным субъектом международного права – это приглашение главы государства на мероприятия, организации, членом которых страна не является. Это саммит G20 и Лига арабских государств. При этом Ильхам Алиев, посещая эти мероприятия, всегда в полной мере высказывался о накопившихся проблемах всего человечества, посылая всему миру важные месседжи. Может показаться, что это не так уж сложно сказать правду, предположим, о действиях Франции в Алжире. Однако в мире, где большинство предпочитают молчание, подобные шаги требуют политической грамотности и огромной воли. Кстати, именно эти качества помогли Ильхаму Алиеву быть там, где он есть. За его спиной весь Азербайджан. И как нам шепчет Геловар, что на азербайджанском языке «южный ветер» не только Азербайджан, но и азербайджанцы всего мира.